Рад всех приветствовать. Доброе время суток. Наша очередная встреча о истории Русалима. Сейчас мы говорим о британском мандатном периоде. И у меня здесь, в Нью-Йорке, добрый день. А, соответственно, у Григория Миламедова, доктора исторических наук в Москве. Уже добрый вечер. Григорий, добрый вечер вам. Добрый вечер. Приятно вас видеть. Взаимно. У нас с вами уже шестая встреча. И сегодня, я так понимаю, мы с вами немного поговорим о планах раздела Палестины. Коснемся еврейского арабского террора. В общем, нас разрывает такая достаточно интересная тема. Уже вторая половина британского мандата. Ну что ж, вам слово. Да, спасибо. Я уже тоже так подумал, что сегодня встреча может быть самая-самая такая дискуссионная и жаркая из всех. Нам не избежать каких-то спорных тем сегодня, безусловно. Вот. Мы остановились в прошлый раз в районе 1936 года, когда вспыхнуло так называемое арабское восстание. Оно продолжалось с перерывами, в общем-то, до 1939 года, до того момента, как началась Вторая мировая война. Ну и есть очень много разных мнений о том, какой характер имело это восстание, почему оно началось. Собственно говоря, прежде всего, есть экономические причины. Ну, помимо просто общего такого национального недовольства паристинских арабов еврейской репатриацией и страхами за свое будущее, боязни, что будет образовано еврейское государство, но были еще конкретные экономические причины. Во-первых, в стране... Что такое? А, в стране незадолго до этого была засуха. Во-вторых, из-за экономической ситуации в мире очень подешевели производимые в Палестине сельскохозяйственные товары. Дальше происходило обеднение арабских крестьян в деревнях и их обезземеливание. Причем это было очень по-разному. Часто получалось так, что, допустим, еврейские организации покупали землю у крупных землевладельцев, которые вообще жили где-то за границей. Но у них были арендаторы, и арендаторам после этого приходилось уходить с этой земли, потому что евреи начинали там свое хозяйство. Другая была ситуация, когда просто обедневшие крестьяне были вынуждены, чтобы как-то прокормиться, продать свои земли. И опять-таки покупателями выступали еврейские организации. То есть нарастало недовольство и нарастала боязнь, чем все это закончится. Надо сказать, что Сахнут, еврейское агентство, вообще говоря, пыталось в этой ситуации как-то смягчить проблему. Был создан банк, который предлагал именно бедным крестьянам, филлахам, предлагал возможность брать в суды для того, чтобы как-то получать независимость от крупных землевладельцев, чтобы перенимать более прогрессивные еврейские методы сельского хозяйства. Но это все не шло, не получалось. Во-первых, просто крестьяне не хотели менять свой жизненный уклад. Во-вторых, они не хотели ничего принимать из рук людей, к которым они относились плохо. И, собственно говоря, так получилось, что значительная часть этого арабского восстания, в отличие от того, что было в 1929 году, в 1928, и раньше, значительная часть этого происходила в сельской местности. И даже есть мнение, что сначала ни Муфтий Хусейни, ни другие крупные элитные иерусалимские семьи, даже на Шашибе, не очень-то контролировали ситуацию и не сразу поняли, что происходит. Значит, еще в 1935 году произошли народные волнения арабские, где были выдвинуты три лозунга. Первый лозунг – это прекращение еврейской иммиграции. Второй лозунг – это прекращение продажи земли евреям. И третий лозунг – создание национального правительства. Интересно, между прочим, давайте заметим, что ни один из этих лозунгов не обращен, собственно, к евреям. Первые два – это явно к англичанам. Или к своим, чтобы не продавали землю. Третий лозунг – создание национального правительства. Ну, это уж точно к своим, к своей элите. Но никто к этому не прислушивался. Были какие-то попытки переговоров в Лондоне. Все это заканчивалось ничем. Иерусалимские кланы не могли между собой договориться. И вот, наконец, в 1936 году вспыхивает забастовка. К этому моменту муфтий уже понял, что надо вмешиваться. Он предложил еще не платить налоги. То есть ситуация стала накаляться. Но получилась такая вещь, что, в общем-то, эта забастовка привела только к тому, что арабское население обнищало. Ничего они не добились. В частности, очень характерная история с забастовкой в порту Яффе. Очень быстро сионистские лидеры сориентировались, построили причал в Тель-Авиве и стали там разгружать подходящие корабли. Заодно появились свои еврейские грузчики, портовые рабочие. И тут уже ничего не оставалось у муфтия, который к этому моменту уже возглавил процесс. Ничего не осталось другого, кроме как пойти на самые радикальные меры. И начался террор. Этот террор, в общем-то, продолжался, вот первая его стадия, до момента, когда приехала разбираться из Лондона высокая комиссия под руководством лорда Пиля. Помимо всего прочего, эта комиссия представила план возможного раздела Палестины. Сейчас я вот постараюсь его показать. Одну минуточку. Так, так, так. Это у меня кто? Это у меня кнопка. У тебя Share Screen кнопка посередине, внизу. Да, да, да. Сейчас. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Хорошо видно. Сделать посильнее. Ну, каждый на самом деле может сделать увеличение у себя. Смотрите, у каждого есть View Options. Вы можете сделать больше, как вам хочется каждый. Итак, вот мы с вами видим, что предложила комиссия лорда Пиля в 37-м году. Еврейское государство. Вот, собственно говоря, здесь оно начинается. А мой курсор видно, когда я подвожу? Да, конечно. Вот, вот здесь начинается практически на одной параллели с Иерусалимом. Здесь прерывается чуточку. Вот это вот зеленое, это то, что англичане оставляют под своим управлением. Это Иерусалим и коридор к морю. Вот здесь, Яффа. Дальше еврейское государство продолжается на север, вот сюда, вот до Ливана. Что же касается арабов. Им было сказано, что... Сказать... Точнее, комиссия Пиля вообще заявила, помимо вот этой карты, она заявила примерно следующее. Она заявила, что мы обещали еврейский национальный очаг. Он уже создан. У вас есть у евреев свои фактически правительственные органы, свое фактическое государство в государстве, свои школы, своя медицина, газеты на своем языке. Чем это не национальный очаг? Что еще нужно? Государство мы вам не обещали. С другой стороны, арабы тоже никогда речь не шла, что будет независимое государство палестинских арабов. Поэтому им предлагалось войти в состав Трансиордании. Но, тем не менее, на будущее все-таки план предусматривал вот такое вот разделение. Еврейское государство, расширение Трансиордании, включение в нее всего этого фиолетового, и остающийся под английским контролем Иерусалим с выходом к морю. Так, останавливаю демонстрацию. Реакция оказалась очень противоречивой с обеих сторон. В арабском лагере были сторонники того, чтобы согласиться, по крайней мере, с идеей вхождения в состав Трансиордании. Об этом говорил Нашашиби. Нашашиби вообще был достаточно умеренным, надо сказать, во всей этой ситуации. Но все-таки Мушкин в этой ситуации заставил его замолчать. В сионистском лагере, собственно говоря, мы здесь впервые видим тот же самый раскол, который будет дальше все время, вплоть до 1947 и 1948 года. То есть, одна позиция. Надо соглашаться. Потому что еврейское государство на любой территории, пусть даже на совсем маленькой, это уже хорошо. Это, по крайней мере, независимость, это, по крайней мере, возможность принимать беженцев. Это начало чего-то. Такой, в общем, прагматический подход. Такой, своего рода, прагматический подход, можно сказать. Да, ну и противоположный подход, который, в общем-то, представить себе нетрудно. Что это все наше, что декларация Бальфора вообще была совсем о другом. Нас обманывают, соглашаться на такое категорически нельзя. Причем, здесь еще, заметим, встал вопрос об Иерусалиме. Все-таки, вот потом, когда мы увидим послевоенные годы, 1947 год, то все сионистское движение будет настаивать на том, чтобы, по крайней мере, западный Иерусалим вошел в состав еврейского государства. Здесь были согласны даже на такой вариант. Ну, кончилось это в итоге тем, что, собственно, сионистский конгресс, собравшийся, не принял никакого конкретного решения. Вопрос как бы повис в воздухе. То есть, было сказано, что да, в принципе, мы согласны, но представим со временем еще свои предложения и будем с англичанами это обсуждать. Ну, некое принципиальное согласие все-таки было достигнуто, Григорий. То есть, в общем-то, если прочитать текст, который вышел, есть некая такая оговорка, что мы не принимаем границы, но некое принципиальное согласие было со стороны сионистского конгресса. Я прав? Да, конечно. Принципиальное согласие было, потому что вопрос стоял так, что будет ли все-таки Палестина... будет ли из нее выделено хоть какое-то еврейское государство, или же противоположная линия, что она после мандата останется чем-то единым, то есть с преобладающим арабским большинством. Или же, наконец, третий вариант, что вообще никакой независимости, что все это будет до бесконечности в руках англичан. Вот, поэтому, конечно, в принципе, с самой идеей какого-то плана, который предусматривает создание еврейского государства, да, было согласие. Для арабов это... они это восприняли как свое поражение, и ни на какое еврейское государство соглашаться они не могли. И более того, тут был еще один такой момент, что план Пиля предусматривал трансфер населения. То есть, часть арабского населения, которое попадало в состав еврейского государства, должна была быть как бы депортирована туда, и, соответственно, наоборот. Ну, тут довольно интересно, кстати говоря, вот вы говорите о плане трансфера, если мы посмотрим на цифры, ведь мы с вами говорим о том, что, в общем-то, на тот момент в Палестине, в британской мандатной Палестине, у нас большинство арабов. И вот цифры трансфера, они достаточно красноречивые. Предполагалось перевести примерно 230 тысяч арабов, если не ошибаюсь, и около полутора тысяч евреев из той зоны, в которой должно было теперь находиться арабское государство. И, кстати, тут такой еще интересный момент, что если посмотреть на территорию, получается, как бы нас очень сильно обделили. Но если мы посмотрим на карту поселений того времени, сейчас, может быть, я найду, у меня здесь есть карта поселений. Причем карта поселений, мы с вами говорим про 37-й год. Карта поселений, которая у меня есть, она за 46-й год, то есть намного позднее. Вот сейчас мы с вами посмотрим на карту поселений. И, как видите, если всю эту территорию еврейских поселений соединить, это будет существенно меньше, чем та территория, которая предлагалась, это поселение 47-го года. Та территория, которая предлагалась англичанами и евреям на тот момент. Плюс еще такой важный фактор, арабам предлагался полностью Негер, который в итоге, благодаря усилиям Бен-Гуриона, евреям удастся взять под свой контроль во многом, благодаря тому, что удастся убедить уже комиссию ООН, что евреи успешно могут заселять Негер. И это будет очень принципиальное и стратегически важное решение, которое будет принято. Но на тот момент поселений в Негере еврейских практически не было, и эти поселения появятся уже после войны. И тут еще такой важный фактор. Негер, конечно, был пустыней, и вряд ли арабам с их довольно примитивной технологией удалось бы из этого сделать конфетку, только как это смогли сделать евреи. Во время как евреи получили, в общем-то, плодородные земли Галилеи. Это достаточно важный фактор тоже. Да, а для арабских крестьян это означало, ну, по крайней мере, они это так восприняли. И, конечно, Муфтий Хусейни тоже приложил руку к тому, чтобы распространились такие слухи, что вот этот вот трансфер, учитывая, к тому же, ту ситуацию с землями, о которой вот вы говорите, Ровен, что он просто означает, что около 200 тысяч крестьян сгонят с их апельсиновых рощ и дадут им какие-то пустые участки земли в пустыне, где они просто не смогут жить. Понятно, что они были в ужасе, и восстание возобновилось. И вторая половина восстания — это было, собственно, восстание, неконтролируемое практически из Иерусалима. Оно шло на севере Палестины. Это было восстание, которое опиралось именно на крестьянскую массу. Хотя для военного руководства пригласили профессионального военного офицера Аль-Кауджи из Ирака. И он, собственно говоря, организовал сопротивление. Ну, правда, есть, конечно, информация, что все-таки нацисты из Германии выделяли какие-то деньги, что муфтий все-таки как-то тоже пытался координировать. Но это восстание шло с перерывами. Через какое-то время оно прекратилось на время, потому что надавили лидеры соседних арабских государств. Они не хотели ссориться с Англией, и они просили палестинских арабов перестать выступать против англичан. И самое главное, что вот в этот период, второй период восстания, основным противником, против кого все было направлено, были именно британские войска. Евреи, конечно, гибли, и арабы гибли. Этот конфликт был, но основное направление антибританское, и все было очень жестко с обеих сторон. Надо сказать, что жестко было и с британской стороны, и, в общем-то, в результате этого восстания в итоге погибнет около 100 британских военнослужащих, примерно 600 евреев, и около 3000 арабов, если я не ошибаюсь. При этом, если мы посмотрим с вами на цифры погибших арабов, наверное, очень большая часть погибла в результате внутреннего арабского террора. Я прав? Да, вы совершенно правы. Вы правы и насчет жесткости англичан. Даже вот если открыть в Википедии статью, посвященную этому восстанию, то первое, что мы увидим, это фотография тех лет. Фотография, как едет по железной дороге, ну, вагон, как это назвать, с английскими военными, а перед ними дрезина, на которой двое заложников из числа арабов. То есть, если там мина, то они взорвутся первым. Действительно, жестко. Ну, кстати говоря, надо сказать, что вот эти взрывы постоянные, которые украивали арабские партизаны, по сути, на железных дорогах, и что во многом парализовало на какое-то время систему железнодорожного снабжения, в итоге привели для нас к хорошим последствиям. Была создана организация НОТРИМ еврейских полицейских, еврейской полицией, которая, в общем-то, занималась все прочее охраной железных дорог. И надо сказать, сейчас я найду фотографию НОТРИМ, кстати, в Иерусалиме, хотя в Иерусалиме практически НОТРИМ не действовали, но эта фотография из Иерусалима, вот посмотрите, как выглядели НОТРИМ, то есть буквально стражи, они были обучены и экипированы британской полицией, но при этом за британские деньги, но при этом, что очень интересно, по сути, подчинялись Агане, и надо сказать, что Агана получила совершенно бесценный опыт в результате создания НОТРИМ, и этот опыт кооперации с англичанами на тот момент оказался очень важным. Тут еще такой интересный фактор, что оружие, в общем-то, им было выделено не самое современное, а у Аганы на тот момент уже были деньги и возможности, и она по своим каналам, по сути, смогла дать им еще более современное вооружение, что приходилось от англичан скрывать, потому как на тот момент уже была смертная казнь за нелегальное использование оружия. И вот это такая парадоксальная ситуация, когда, в общем-то, на английские деньги, прямо под боком англичан, по сути, Агана смогла создать свою такую парамилитарий, то, что называется по-английски, такую полувоенную, по сути, структуру, которая в итоге сыграет очень важную роль в войне за независимость. Да, и мало того, даже в Иерусалиме, в 1938 году повстанцам буквально на несколько дней удалось прорваться в Иерусалим, и англичане испугались так, что придали Агане официальный статус милиции в Иерусалиме и раздали ей, если не ошибаюсь, 2000 единиц стрелкового оружия. Да-да-да, был такой эпизод. Да, ну, дальше, если говорить именно об этом восстании, об арабском. Дальше приехала из Лондона новая комиссия, комиссия Вудхеда, которая предложила, с одной стороны, новый план раздела Палестины, чуточку другой, сейчас я даже не буду открывать карту, которую она предложила, но в итоге, параллельно со своей картой, она сделала заявление. Это вообще потрясающий, конечно, итог деятельности комиссии. Предлагается план раздела Палестины, а дальше говорится, ну, вообще-то это все совершенно нереально. Ну, вот видите, как интересно, Григорий, мы с вами говорим вроде как об истории столь далеких лет, но насколько эти все политические события эпохи британского мандата актуальны для нас по сегодняшний день. Это поразительно, правда? Да. Я, с вашего позволения, хочу немножко вернуться к комиссии Филии и добавить один очень интересный момент. Вот вы сейчас упомянули о том, что англичане сами в какой-то момент натолкнулись на вот эту стену полной несостоятельности, невозможности, как бы они этого не хотели, невозможности установить какой-то определенный паритет между евреями и арабами и создания какого-то реального размежевания. И вот что интересно, я хотел здесь процитировать то, что сказала по этому поводу комиссия Пиля в итоговом коммунике, здесь была такая интересная фраза. И это, кстати говоря, проливает свет, на мой взгляд, на непонимание со стороны большого количества политиков, ну, скажем так, израильских левых политиков, ситуации в современном Израиле. В свое время Шимон Перес напишет книгу, как мы помним, «Новый Ближний Восток», где он будет говорить о том, что, по сути, экономическим путем можно решить проблему палестинского национального движения и буквально задобрить их, скажем так, некими экономическими мерами. Но вот что интересно, комиссия отметила, что хотя арабы извлекли выгоду, экономическую выгоду от развития страны в средстве еврейской миграции, это не дало никакого примирительного эффекта. Напротив, улучшение экономической ситуации в Палестине означало ухудшение политической ситуации. Это, на первый взгляд, совершенно парадоксально, но это факт. Мы видим, это уже было понято тогда, в 1937 году англичанам. Арабские обвинения, что евреи получили слишком большой удельный вес доброй земли, не подтвердились. И дальше опять цитата. «Так как большая часть земли в настоящее время покрыта апельсинами и рощами, в момент приобретения представлялась необработанной песчаной дюны». То есть, опять же, мы видим, что евреи смогли успешно обрабатывать землю, а нехватка земли связана не с большой частью земли, приобретенной евреями, а с увеличением арабского населения. В каком-то смысле, вы сами это видели, вы это упоминали, Григорий, что и еврейское, и арабское население росло при британском мандате, как раз благодаря тому, что экономика улучшалась. Но парадоксальным образом, это не привело ни к какому примирению, а скорее наоборот. Как вы это объясняете? – Раф Руэн, я это объясняю так же, как, собственно говоря, практически все, что арабы просто почувствовали, что быстро образующееся еврейское общество намного прогрессивнее в своих технологиях, в своей самоорганизации, что просто это общество, пусть даже оно численно меньше, но его экспансия неизбежна. И арабы будут только терять, терять, терять. И в плане политического веса, и в плане территории, и так далее. Поэтому единственная их реакция на это могла быть только такая, чтобы все это остановить, прекратить. Либо с помощью своих восстаний, либо воздействуя на англичан, либо, как мы увидим позже, надежда на нацистскую Германию. – Я только хотел вот про арабское восстание закончить тем, что, во-первых, оно было подавлено в 1939 году, когда прибыл в Палестину генерал Монгомери, тот самый, который потом вместе с Эйзенхауэром… – Заменитая победа при Эл-Аламейне, первая, по сути, победа союзников, принадлежит Монгомери, как мы знаем. – Да. Кстати говоря, Монгомери потом скажет, что… Руэн, а у вас микрофон работает? – Работает, вот и нет. – Да, работает. Монгомери потом скажет, что его солдаты прошли очень хорошую подготовку, вот когда подавляли это восстание в гористой местности на севере. Очень хорошую подготовку, которая потом им пригодилась уже в боях с немцами. Но здесь у нас два интересных вопроса сейчас. Вот давайте решим, о чем мы будем говорить. Один вопрос – все-таки обсуждение в сионистском лагере предложение комиссии Пиля бросает свет совершенно новый на то, как сионистское движение относилось к Иерусалему. Там было несколько выступлений, очень важных, очень многое показывающих, так сказать, в изменении отношений сионистских лидеров. А другой вопрос – это то, что в ходе этого восстания арабского ведь проявили себя Эцель, организация, о которой мы до сих пор почти не говорили. Она как раз-таки и выделилась из Аганы, но выделилась еще раньше, по причине того, что считала действия Аганы слишком мягкими, недостаточно оперативными. И как раз именно в Иерусалиме у Эцель была сильная социальная поддержка, хотя численно она была меньше. Но тут еще социальный такой аспект довольно важный. Агана, в общем-то, это такой, если хотите, левый establishment, который в основном связан с представителями того, что потом в Израиле будет партия Мапай, Мапам, это рабочие партии Израиля. И понятно, что Иерусалим, который по составу более праворелигиозный, уже даже тогда, в общем-то, оказывается в положении здесь немножко вщемленным. А вот как раз ревизионисты, создавая движение Эцель, Эцель, по сути, создан, как мы знаем, ревизионистами, он не был создан непосредственно жаботистским. Это скорее уже внутренняя инициатива, которая исходила здесь, отсюда, из монархной Палестины. Но Эцель и Ругун свои ли уми. В общем, такая полувоенная структура, которая англичанами считалась террористической организацией. И мы увидим, что действительно принимала участие в большом количестве нападений, в том числе на английских солдат. Но сначала это были нападения на арабов. В 1930-е годы, в общем-то, с англичанами отношения до Белой книги, до 1939 года, еще были относительно благоприятны. Тем более, что они помогли нам в создании Нотрим. А также, тут мы можем вспомнить деятельность Вингита, которая, в общем, не совсем связана с Иерусалимом, поэтому о Вингите мы не упоминаем. Но это такой герой, если хотите, еврейского народа, во многом англичанин, английский офицер, который, по сути, помог создать то, что в итоге будет лучшими элитными частями армии обороны Израиля, так называемые по-английски night squads, вот эти ночные рейды, потому как до этого тактика еврейской самообороны была в основном просто оборонять поселение от арабов Аон, дерзко переходил в контрнаступление и обращал арабов в бегство и обучил довольно большое количество отрядов. То есть, собственно, в ходе вот этого арабского восстания наметилось какое-то определенное сотрудничество Ишуа с англичанами. Но после Белой книги 1939 года мы видим, что было очень резкое неприятие. И начался, по сути, не только арабский террор, который уже, в общем, продолжался какое-то время, но и еврейский террор не только по отношению к арабам, но и по отношению, в общем, к англичанам. Что вы можете об этом сказать? Я предлагаю напомнить сначала всем, что же, собственно, было в этой Белой книге 1939 года. Три основных пункта. Первое. Прекращение еврейской эмиграции, за исключением того, что в ближайшие несколько лет разрешат въехать 75 тысячам. И на этом все будет закончено. То есть дальше все только с разрешения арабов. Второе. Практически прекращение запрет на продажу арабской земли евреям. И третье. Это решение о том, что в течение 10 лет, ну, это можно по-разному трактовать, или через 10 лет будет создано единое государство. Ну, то есть, собственно говоря, никакого еврейского государства... То есть, по сути, можно говорить о том, что декларацию Байкера похоронили, и можно говорить о том, что британское правительство, по сути, пошло на уступку арабам. В каком-то смысле, можно говорить, даже прогнулась перед арабами, перед арабским национальным движением, видимо, желая... Ну, и мы можем, конечно, вспомнить Чемберленовскую вот эту политику в Европе, ведь это, я думаю, все взаимосвязано. А англичане на тот момент, в общем, очень серьезно прогнулись. Не только здесь они прогнулись и по отношению к немцам. Мы помним Мюнхенский сговор 1938 года. Мы помним ту политику, которую англичане проводили до войны. Они считали, видимо, в том числе и здесь, что вот такая вот умиротворительная политика в итоге приведет к тому, что не будет войны, и удастся избежать эскалации. Мы видим, насколько они ошибались. Да, они ошибались. И вот я хочу зачитать немножечко из книги Михаила Штереншиса ситуацию о том, какая ситуация о раскладе к 1940 году. То есть реакция на белую книгу была смешанная у Бен-Буриона, по крайней мере. Потому что, с одной стороны, понятно, что это был отказ от декларации Бальфура, а с другой стороны, началась Вторая мировая война. И Бен-Гурион провозгласил принцип. Мы будем поддерживать Англию в войне против Германии так, как будто нет никакой белой книги, и будем бороться против белой книги так, как будто нет никакой войны. Критики на это заявили, что, по-видимому, у Бен-Гуриона шизофрении. С другой стороны, Штереншис тоже очень хорошо пишет, что определенная шизофрения наблюдалась и у британских властей, которые действовали крайне непоследовательно. То они арестовывали руководителей еврейских вооруженных отрядов, то они их выпускали, то они им поручали важные миссии. И очень интересна здесь, кстати, судьба вот этого человека. Сейчас я постараюсь... Так, демонстрация экрана. И, и, и... Видно? Давид Разиэль. Глава, как раз, организации Эцэль. Очень интересный человек, который сыграл большую роль и в подавлении, ну, по крайней мере, в обороне еврейских поселений во время арабского восстания. До этого он был руководителем Бейтара, он был сторонником Жаботинского. В 1939 году англичане его арестовывают. Когда начинается Вторая мировая война, Эцэль заявляет, что не будет пока воевать против англичан. Разиэль выпускают на свободу. И в 1941 году англичане сами обращаются к нему с просьбой возглавить тайную операцию в Багдаде. И он туда отправляется с группой своих бойцов. При этом некоторые историки пишут, что у него была еще своя тайная мысль убить там, в Багдаде, бежавшего туда муфтия Хусейни. Но, к сожалению, Давид Разиэль там, в Багдаде, погиб. Оставалось, если не ошибаюсь, был май 1941. Оставалось совсем немного до нападения Германии на Советский Союз. Да, но война-то у нас уже идет, как мы знаем, с 1 сентября 1939-го. То есть для Патрикина, для Великобритании война уже идет по годам. Да. И в этот момент происходит раскол уже внутри Эцеля. В нем образуется группа во главе с Авраамом Штерном, которая заявляет, что они будут поддерживать Германию. Не только не прекращают борьбу против англичан, но вообще считают принципиально важным в этой ситуации быть на стороне Германии. И вот я тут подготовил довольно большой рассказ о Штерне, о его идеологии. Но, Руэн, вам, наверное, тоже есть что о нем сказать? Ну, на самом деле, я с удовольствием послушаю вас и, может быть, добавлю что-то в конце. Так, тогда сейчас я открою вот этот свой файл. Видно? Сейчас будет видно. Пока нет. Пока нет, да? Так, сейчас. Что я должен сделать? Что я должен сделать? Что у меня не получается? Так, так, так. Что-то я потерял. А, выберите окно. Выберите окно, выберите окно. Вот. Вот, теперь получилось, да? А, вот его фотография мы видим. Собственно, эта группа называлась Лехи, Лохмейхи Рут Исраэль, борцы за свободу Израиля, но, как мы знаем, англичане называли ее Стернгэнг, то есть буквально Бандой Штерна. Да. И пикантная подробность состоит в том, что так как и Эцель, и Лехи были террористическими организациями, будущие премьер-министры Израиля, один из них, как мы знаем, был во главе Эцеля, это, конечно, первый правый премьер-министр Израиля, это Бегин, а другой был потом впоследствии во главе Лехи, это Шамир, Ицхак Шамир, оба будут невъездными в Великобританию, потому что, по сути, будут продолжать считаться террористами. Такая пикантная подробность, если хотите. Вообще, если забежать немножко вперед, прошу прощения, то ситуация будет такая, что Лехи восстановят против себя в том числе и Ишу, подавляющее большинство еврейского населения, потому что они начнут совершать террористические акты уже не только против арабов, как вначале, не только против британских полицейских, но когда они совершат нападение на еврейский банк и погибнут банковские служащие, но, собственно, это была практическая необходимость, как они объясняли, им необходимо было, так сказать, пополнять свои фонды, у Аганы было довольно много поступлений денежных, Эцель, и в особенности Лехи, Лехи очень часто действительно прибегал вот к такому способу пополнения своего, так сказать, финансового багажа, нападали на банк, и часто это происходило даже в течение дня, абсолютно, так сказать, вот как вы упоминаете. Да, но одно дело, когда они нападали, скажем, на англо-палестинский банк, а другое дело, когда просто на своих, откровенно на своих и убили. Вот, и после этого уже, собственно, все население было настроено против них, и англичанам не составили, собственно говоря, даже газета Эцель, не Хагана, а Эцель осудила это дело и присоединилась к компании по поимке Штерна. И, конечно, англичане вскоре его нашли, английский офицер якобы, ну, отомстил за своих, якобы при попытке к бегству Штерн был тут же убит, после этого этот английский офицер стал в свою очередь мишенью тех, кто остался в Лехе на свободе. Вот, но на этом, собственно, нельзя сказать, что их деятельность закончилась, но это было... Григорий, ведь важный момент, что во время войны, и вы говорили о расколе, раскол, собственно, произошел как раз по вопросу об отношении к англичанам, ведь Лехе, и это довольно такая, ну, не самая светлая страница истории этой организации, наверное, по сути, поддержал нацистов. И речь шла о том, что они готовы с нацистами сотрудничать, потому что у евреев и нацистов общий враг, это англичанин. Да, вот я как раз об этом и хочу сейчас сказать, просто привести отрывок из книги Эммануэля Каца «Лехи. Борцы за свободу Израиля». Вот с чего автор начинает. Видно, да? Виден текст? Да, текст виден. Что же касается связей с Германией, то здесь надо прежде всего выяснить несколько малоизвестных аспектов нашей новейшей истории. Первым, кто установил контакты с нацистской Германией, был глава политического отдела еврейского агентства доктор Хаим Орлозеров. Речь идет о так называемом трансфере, заключенном в 1935 году соглашении между еврейским агентством и правительством нацистской Германии, по которому Германия обязывалась не препятствовать вывозу евреями-эмигрантами своего имущества в виде немецких товаров. Таким образом, еврейское агентство нарушило бойкот германских товаров западными державами. Однако... Тоже достаточно сомнительная такая в общем-то была ситуация, потому как мы знаем, что, например, американское еврейство очень активно поддерживало этот бойкот и на этом фоне в общем-то деятельность сионистов как раз вот по этому соглашению так называемая АВАРА трансфер в общем выглядело довольно странно и потому как ну по сути это шло вразрез с интересами еврейских общин по всему миру. Да, но автор этой книги вот Эммануэль Катс он-то как раз явно сторонник именно этой линии которую проводил Штерн и вот он пытается обосновать. Значит, во-первых, он показывает, что, мол, начали не они, начали как раз левые. Дальше он пишет, однако, благодаря этому договору десятки тысяч немецких евреев репатриировались в Эре-Цесраэль и их жизни были тем самым спасены. Еще более широкий план по эвакуации всего еврейского населения Рейха, насчитывавшего около полумиллиона человек, был разработан Георгом Карским, одним из лидеров ревизионистского движения в Германии, главой Берлинской общины. Предложение Карского было встречено в штыки с сионистскими вождями немецкого еврейства. В то же время нацистская пресса положительно оценила этот план. Даже Фелькешер-Беобахтер, газета Геббельс, который особенно покровительствовал Геббельс, поместил на своих страницах сообщения об этом. Реакция Имперского Министерства иностранных дел также была весьма положительной. Если это предложение, предложение Карского не призвано укрепить позиции британского империализма, то мы готовы заняться палестинской проблемой, даже если над Палестиной взовьется бело-голубой флаг. Ничего себе. Тут ведь интересная такая еще деталь, что по сути, когда в Германии были запрещены абсолютно все политические движения и организации, кроме нацистов, единственное исключение в эти годы было сделано для сионистов. Это, в общем, такая парадоксальная ситуация, согласитесь? Да, парадоксальная. Видимо, здесь стоит напомнить вот о той конференции, которую вы с Натаном вели, о конференции по Холокосту, где говорилось, что, так сказать, у нацистов было несколько этапов. На первом этапе, первый этап был такой, что мы не хотим, чтобы евреи были здесь. И только следующий этап был такой, что мы не хотим, чтобы евреи были вообще. Ну да, до ванзейской конференции еще очень долго, вы правы, мы с вами говорим про 30-е годы, ванзейская конференция это 42-й, совершенно верно. И вот Эммануэль Кац продолжает. Стоит отметить, что такие нацистские идеологи, как историк Отто Хаузер или доктор Ханс Гюнтер, приходят к однозначному выводу в отношении будущего еврейского народа или сионизм, или гибель. Но вернемся к плану Карского. Он обратился за поддержкой к Жаботинскому, который вел тогда активную пропаганду за бойкот нацистской Германии. И несмотря на это, а может быть и именно поэтому, Карскому удалось выхлопотать для Жаботинского въездную везу в Германию и согласие немецких властей на его публичное выступление в Берлине. Но тут надо еще вспомнить, что Жаботинский при всем при том, в общем-то, был англопилом, он, конечно, уж никак не мог согласиться на поддержку нацистов. Собственно, он, конечно, этот план не принял. Да, но вот смотрите, дальше автор цитирует самого Жаботинского. Жаботинский не принял план Карского. Не принял. Но вот, что Жаботинский говорил сам о себе, о своем отказе. Ситуация в сегодняшней Германии, это цитата Жаботинского, похожа на ситуацию на Украине во времена Петлюры. Мой договор с Петлюрой спас жизни сотен тысяч евреев. Многие из них живут сегодня в Эра Цесраэль. И представьте себе, что, несмотря на это, многие из них, сидя в зале во время моего выступления в Тель-Авиве, кричали мне, «Петлюра! Петлюра!» Если бы я был моложе, я бы без малейшего колебания повел бы себя сегодня в Берлине так, как я вел себя в свое время в Праге. Но, увы, я не молод и сомневаюсь, смогу ли, взявшись за дело, довести его до конца. Вся затея провалится, меня предадут проклятию после моей смерти, а у меня не будет даже возможности объяснить свою позицию. Вот. Ну, кстати, действительно же, Батинский умер в Соединенных Штатах в 40-м году. Автор продолжает, «Благодаря другому, меньших масштабов соглашению с немцами, были спасены все евреи Данцига, Гданьска». Дальше он приводит еще примеры. Йозель Брант, один из вождей венгерского еврейства, отправился с согласия немецких властей в Эрецисраэль, чтобы начать переговоры о спасении миллиона венгерских евреев, оказавшихся в руках нацистов после оккупации Венгрии в 44-м году. Его миссия провалилась. «Лорд Мойн, британский статс-секретарь на Ближнем Востоке, цинично воскликнул, что я буду делать с миллионами евреев». Ну, «Лорд Мойн, как мы знаем, в итоге будет убит, в итоге будет убит как раз борцами Лехи и Черчилль, это личный друг Черчилля, а Лорд Мойн, в общем, конечно, не был антисемитом, Черчилля это, в общем, сионистам не простит. Но это уже будет намного позже, как мы знаем». Да, ну, мы-то сейчас просто цитируем книгу, которая была написана уже значительно позже. И вот дальше… Это книга Шмуэля Катса, я прав? Эммануэля Катса. А, Эммануэля Катса, окей. Я тоже сначала перепутал. Тоже сначала… Шмуэль Катс тоже был очень правы к визионистским взглядам и, в общем, тоже довольно известная книга, вот она как раз у меня здесь, «Battleground», у меня эта книга по-английски, книга Шмуэля Катса, очень известная. «Земля раздора»? По-русски, кажется, она называется «Земля раздора», если я не ошибаюсь, да, по-английски «Battleground». Да, так вот, Эммануэль Катс пишет, значит, обратите внимание, вот в статьях, где излагаются взгляды Штерна, Штерн взял себе псевдоним Авраам бен Яир, ну, и его стали просто называть Яир. Это получилось, как такая подпольная кличка. Путь к спасению миллионов. Планы Яира по налаживанию контактов с врагами Британии вынашивались им в 1941 году. И для того, чтобы правильно оценить их, нужно помнить о том, что было известно тогда Ишууу о положении евреев в Европе. и дальше автор приводит статью доктора Гросса в газете Хаарец зимой 1941-1942 года. Я сейчас не буду эту статью зачитывать. Суть там в том, что евреи в Палестине представляли себе, что да, европейскому еврейству приходится очень трудно, что там могут быть депортации, ограничения в правах и так далее, но уничтожение 6 миллионов этого они себе не представляли. Ну и надо сказать, что в Анзейской конференции это еще не состоялось, то есть план об окончательном решении еврейского вопроса у нас это 1942 год, мы с вами говорим про 1941. Да, но как пишет Эммануэль Кац, вот что он пишет дальше, во всем этом описании чувствуется конечно глубокая озабоченность судьбой преследуемых евреев, но нет в нем однако никаких признаков того, что автор этих строк ощущает приближение катастрофы. А Еир Штерн был одним из тех немногих в среде Ишува, кто каждой частицей своей души ощущал надвигавшуюся страшную трагедию. И вот дальше приводятся слова самого Еира Еира Лихи. Я требовал заключить договор подобный тому, который он Жаботинский заключил в свое время со Славинским, министром правительства Петлюры. Соглашение с Германией. Это ужасно, но тем не менее такова действительность. Соглашение с Германией. Я не осмеливаюсь прямо об этом говорить. И в беседах с людьми я делаю только намеки. Я даже не на Германию намекаю, а на ее более безобидного союзника Италию. Но и это застревает у них словно кость в горле. Мне совершенно ясно. Европейское еврейство будет уничтожено, если мы не придем к соглашению с Германией. И следует раз и навсегда уяснить для себя, кто наш враг или кто наши враги. Какую пользу мы можем извлечь для себя из войны и против кого из наших врагов нам воевать, чтобы добиться независимости для нашей страны и спасти наш народ, все те миллионы евреев, находящиеся сейчас в Европе. Для меня очевидно, что наш враг это Британия. Британия могла спасти миллионы наших братьев, но также очевидно, что она их не спасет. Напротив, она заинтересована в их уничтожении. Оно нужно ей для того, чтобы установить власть арабов в стране, которая будет послушным орудием в ее руках. Польза от нашей помощи союзным державам невелика, а для нас же она попросту равна нулю, поэтому остается только одно соглашение с немцами о спасении европейского еврейства. Немцы могут в кавычках очистить Европу от евреев, переправив их сюда, в Эрцисраэль, и Германия может согласиться на такой вариант, если мы станем воевать против англичан. Вот такая позиция. Но вы знаете, остается только догадываться, что бы произошло, если бы не победа Монгомери при Эл-Аламене, ведь тогда, по сути, англичане готовы были вооружить в Пальмах, и они вооружили во многом в Пальмах, и тренировали в Пальмах, и готовились к вторжению немцев в Палестину. Как повели бы себя люди Штерна в этой ситуации? Были бы они по-прежнему коллаборационистами из Германии, следили бы за уничтожением своих братьев в Палестине? Ситуация достаточно, ну, мягко говоря, достаточно спорная. Согласитесь? Согласен. Я как раз таки хотел вот сейчас из книги Штерншеса зачитать ситуацию. Просто здесь слово ситуация, поэтому я все время его произношу. Как раз момент сентября 1940 года, когда Лехи ограбила Англо-Палестинский банк в Тель-Авиве на сумму в 5000 фунтов и совершила аналогичный налет на Арабский банк в Иерусалиме, но правда он провалился. А в декабре в Хайфе Лехи взорвала государственный иммиграционный офис, который занимался отправкой англичанин переправляли нелегальных иммигрантов-евреев на остров Маврики. Между прочим, и из Европы некоторых, кого они решали все-таки спасти, они отправляли почему-то на Маврики. И вот Лехи напала на такой офис в Хайфе. И дальше описывается положение на фронтах для Англии. Происходило все это в очень напряженный для Палестины период. Вокруг британских владений на Ближнем Востоке стягивалась удавка. Немцы и итальянцы к апрелю 1941 года завершили оккупацию Греции. Ливан и Сирия после капитуляции Франции перешли под управление профашистского правительства Петена. В том же апреле итало-германские войска под командованием генерала Роммеля блокировав часть английских войск в порте Табрук подошли к границам Египта. В самом Египте король Фарук начал постепенно смещать проанглийских министров. Наконец в Ираке власти пришло прогерманское правительство под руководством Рашида Али. Арабы в целом и палестинское арабоязычное население в частности было настроено прогерманское. Часть арабов подалась из Палестины служить в войсках Ливана и Сирии. То есть угроза была страшная и очень реальная. Поэтому Раврук как вы считаете мне кажется что вполне логично что англичане стали вооружать вообще всех не только Хагану но и Эцель и идея Чемберлена его фразу что если уж нам кого-то нужно обидеть то давайте лучше обидим евреев в этой ситуации уже не работало категорически вот а что касается Лехи ну что сказать ну вот мне тут хотелось добавить как раз такую довольно интересную фотографию здесь вы видите ее на экране это палестинская полиция написано wanted мы видим на трех языках по-английски на еврите и по-арабски мы знаем что во времена правления британского мандата еврит стал официальным государственным языком британской мандатой палестины наравне с арабским и английским и здесь фотографии членов как они называли террористические банды Штерна и ну вообще говоря мы знаем что пресс практически не выдавали несмотря на то что у нас будет очень такая сложная ситуация будет серьезный раскол после взрыва гостиницы Кинг Дэвид который организует Тиргун в котором погибнет довольно большое количество евреев 19 евреев в случае британской администрации и общее число погибших за все годы террористических атак включая все арабские террористические атаки которые были уже в годы независимые израиля это самое крупное из всех произошедших это взрыв гостиницы Кинг Дэвид 46 года но я думаю сегодня мы об этом уже поговорить не успеем а мне хотелось все-таки добавить я как бы анонсировал как часть нашей сегодняшней лекции разговор о том кто вообще говоря выставлял свастику в Иерусалиме в 30-е годы я хочу во-первых показать вам вот эту интересную фотографию и фотография это сделано в Иерусалиме в 1939 году это 1939 год это съезд нацистской партии в Иерусалиме и ну кто эти люди откуда нацисты оказались в Иерусалиме откуда в Иерусалиме разъезжали машины со свастикой мы знаем что этим людям недолго останется радоваться буквально через фотографии сделано видимо тут не очень понятно возможно летом 39 года но уже 3 сентября как только Британия объявит войну объявит войну Германии Германия как мы знаем 1 сентября нападает на Польшу Британия очень не хочет вступать в войну но связана с союзническими обязательствами и объявляет войну Германии и буквально в тот же день вот эти люди будут объявлены так называемым enemy aliens то есть буквально в переводе с английского чужаками или чужестранцами враждебного происхождения и многих из них в итоге отправят сначала в лагеря для интернированных лиц а потом в итоге в ссылку в Австралии мы с вами говорим про очень интересную страницу истории Иерусалима о которой мне все-таки хотелось с вами сегодня поговорить коротко потому что время у нас заканчивается это ну те из вас кто жил в Иерусалиме или бывал в Иерусалиме наверное хорошо очень знакомы с районом Машава-Германии немецкая колония вот история этих немецких колоний которых было довольно много о них сейчас мы с вами поговорим в контексте того что происходило в Иерусалиме и история эта началась на самом деле достаточно давно история эта началась с того что темплеры не путать с темплиерами это духовное религиозное движение которое возникло в Германии на базе протестантской церкви но во многом стало считаться еретическим движением потому что они очень уж ожидали прихода второго прихода Иисуса прихода Мессии и поэтому считали что нужно буквально интерпретировать некоторые пророчества и слова из Нового Завета о том что каждый из тех кто живет на Святой Земле как бы является собой храм и отсюда от слова темпл собственно это движение темплеров и вот это движение которое возглавил протестантский туола Кристот Хоффман оно считало что ускорить второе пришествие можно переселив вот этих верующих убежденных людей на Святую Землю и эта волна переселения началась еще в 869 году здесь мы видим фотографию из одной из таких колоний видите эти люди одеты выглядят как немцы у них немецкая архитектура это кстати фотография сделана из поселения Вильгельма Вильгельма это сельскохозяйственное поселение которое было названо в честь кайзера Вильгельма мы помним что он посетит Святую Землю в 898 году а поселение будет названо в его честь и основано в 902 а вот это фотография немецкой колонии знаменитой немецкой колонии которая сейчас украшает центр города Хайпа это 1875 год это гравюра это не совсем фотография ну скажем так фотография с гравюрой а мы видим здесь на тот момент совершенно нереальной для еще атаманского периода красивые застройки в европейском стиле хорошая система коммуникаций собственно в общем-то это были первые такие своего рода европейцы а вот это уже немецкое кладбище темплеров в Иерусалиме оно находится в немецкой колонии Мошала Германии то есть в самом центре Иерусалима мы видим что люди эти были глубоко верующими здесь у нас с вами один из домов немецкой колонии Иерусалима это улица Эмек Рафаим собственно название Эмек Рафаим это долина призраков или долина гигантов оно взято как мы знаем из библейского текста и это название которое взяли сами колонисты и здесь на посаде мы видим цитату из текста Исаии это 60 глава Исаии стань высияй ибо пришел свет твой и слава Господня взошла над тобой но эти люди действительно на первом этапе построив около семи колоний мы здесь видим три из них были городскими это Яфа Иерусалим и Хайпа а остальные сельскохозяйственные это Вильгельма Сарона Сарона сейчас практически часть Тель-Авива и мы знаем что этот район бывшей немецкой колонии Сароны сейчас очень красиво отстроен и там в общем-то он стал одним из таких туристических центров снова и еще две сельскохозяйственные колонии в Галилее которые в итоге станут местом таких по сути концентрационных лагерей куда отправят немцев после начала Второй мировой войны а потом в итоге отправят их в Австралию это колонии Бетлехем Галилейский Вильгельем Галилейский и Вальхай Ну а вот эта фотография из немецкой колонии в Хайпе время визита Кайзера 898 год Поначалу было очень хорошее сотрудничество между немцами и евреями надо сказать вообще что ну прежде чем мы перейдем к следующей фотографии надо сказать вообще что до прихода англичан по сути вот эти немецкие колонисты были во многом идеалом того как разумно и правильно использовать современные технологии они первыми начали выращивать знаменитые явские апельсины как раз колонии Сарона они первые в Палестине использовали маслодавильни на паровом двигателе такая современная на тот момент технология открыли первые в стране гостиницы аптеки европейского кстати говоря стиля начали производить мыло цемент ну и конечно пиво ну как же без пива даже немцы и мы видели что это были люди изначально глубоко религиозные но с приходом к власти нацистов ситуация изменится к этому мы подойдем чуть позже а пока вот это лагерь для интернированных немцев после первой мировой войны ведь понятное дело что темплеры участвовали в первой мировой войне на стороне Германии и после прихода англичан 1917-18 годы в Палестину их отправили в Египет вот такие вот лагеря для интернированных лиц то есть их выселяли англичане дважды по сути и первый раз англичане в итоге заплатили им компенсацию после уже начала гражданского правления в Палестине с 20-х годов с начала 20-х годов им разрешено будет вернуться в свои колонии они начнут их отстраивать но вот здесь конечно ситуация изменится с приходом англичан очень начнет быстро развиваться инфраструктура то о чем мы с вами уже говорили и теперь евреи и немцы уже будут практически на одном уровне и можно говорить о том что хорошие отношения тем не менее сохранятся с вот этими немецкими колонистами практически до прихода нацистов в власти что же произойдет дальше с приходом нацистов в власти ситуация очень резко изменится потому как вот после этого самого визита кайзера Германия начнет официально поддерживать колонии и эта поддержка будет сохраняться через всевозможные немецкие фонды и влияние Германии на дела немецких колонистов будет всегда достаточно сильным и с приходом нацистов в власти практически вся молодежь очень быстро охватит вот такой вот пронацистский ажиотаж и вот здесь у нас с вами фотография это сайт BBC где довольно интересная большая статья о темплярах здесь выделены два человека на фото слева женщина которая в итоге эмигрирует ну не эмигрирует ее выселит в Австралию как и многих из темплеров и она ее семья будет продолжать жить в Австралии это Рози Хайн она училась в школе темплеров в Бурасалиме это 35-й год а наверху можно увидеть здесь выделен маленьким кружочком сейчас я сделаю эту фотографию крупнее видите на самом верху фотографии есть еще один маленький кружочек этот человек скромный школьный учитель с довольно интересной фамилии Бухгалтер Людвиг Бухгалтер глава нацистской партии Иерусалима и на тот момент нам трудно оценить вот Людвиг Бухгалтер здесь в центре эта фотография сделана в Иерусалиме в немецкой колонии нам трудно оценить количество реальных нацистов которые были среди темплеров но по разным оценкам активными активными членами нацистской партии было до 40% темплеров то есть в общем очень значительный процент и их деятельность была абсолютно легальной до начала войны в 1939 году когда начнется война англичане выселят довольно большое количество темплеров и на раз как будет еще одна очень интересная операция по обмену кстати говоря немцев на евреев темплеры косвенным образом помогут спастись евреям из концлагерей вот мы говорили с вами о еврейских обменах с нацистами но был и британский обмен это обмен вот этих самых немцев которые англичане конечно не хотели видеть в Палестине темплеров на узликов концлагерей еврейских и те кто еще был в гетто и удалось обменять примерно около 500 евреев на примерно такое же количество темплеров ну а потом мы знаем что помимо вот этих 500 репатриарных в Германию очень большое количество было создано в Австралию те кто остались осталось очень немного в основном на момент конца войны это уже были пожилые люди тем не менее против них будет совершено несколько покушений глава общины Сароны будет убит бойцами Аганы в 46 году будет еще несколько политических ну трудно назвать их политическими это в общем наверное месть нацистам во многом правда таких вот убийств темплеров и еврейский Ишух очень четко покажет что они здесь абсолютно нежеланны а уже очень небольшая группа темплеров их останется буквально 30 или 40 человек в 48-49 году им будет сказано что они должны покинуть Израиль и в итоге эти пожилые люди отправятся в основном в Германию к 50-му году темплеров в Израиле не останется надо сказать что государство Израиль выплатило немалую компенсацию так же как в свое время англичане тот самый бухгалтер его семья получили достаточно значительные деньги ну вот собственно такая история о парадоксальной ситуации нацизма в земле Израиля 30-е годы можно было увидеть флаги с асфальстикой прямо в самом центре Иерусалима я хотел спасибо большое очень интересно на самом деле и очень мало известно практически очень трудно найти эту информацию меня еще удивило когда я узнал что Эйхман зачем-то распускал про себя слух что он имеет отношение к темплерам что он один из них вот это кстати очень интересно он зачем-то говорил вы знаете действительно вот это кстати очень любопытно ведь мы сегодня упомянули две вещи которым имел непосредственно отношение Эйхман во-первых соглашение о вора об обмене о разрешении на эмиграцию разрешении на эмиграцию в Палестину из нацистской Германии и этим людям разрешалось вывозить определенные товары которые потом обменились как мы знаем что было выгодно потому что немцы получали валюту нацистам это было выгодно но также было выгодно и руководству кто со стороны немцев принимал в этом участие играл определенную роль в соглашении о вора это Эйхман между прочим на тот момент Эйхман это будет потом в деле Эйхмана тоже упомянуто в общем-то симпатизировался они стандо определенной степени и Эйхман потом распространил даже слух так как он достаточно был человеком ну как многие немцы пунктуальным он очень детально все изучал и видимо может быть немножко вошел в роль потому что информация это никак не подтвердится утверждал что якобы потомок темплеров и вообще говоря родился в поселении Сарона в том самом поселении Сарона где впервые начали выращивать знаменитые явские апельсины ну информация это не подтвердится но вы правы это интересный такой факт Раф Руэн я вот честно говоря буквально на днях нашел на сайте музея в Тель-Авиве Бейт Атвудсот так кажется называется Бейт Атвудсот да это музей диаспоры да музей диаспоры очень интересную статью которая имеет отношение к нашей теме вообще конечно был довольно таки поражен постараюсь сейчас найти фотографию Хайма Орлозарова она у меня здесь есть так демонстрация экрана так видно да видно вот я имею ввиду его связи в Германии остановлю пока демонстрацию суть заключается в том что даже если вы вот просто попробуете в гугле набрать Орлозаров Германия то одно из первых что вам попадет Орлозаров Магда Геббельс да да дело в том что они были давно знакомы они познакомились в Германии куда куда семья Хайма приехала из царской России а семья Магды ну конечно у нее в то время была другая фамилия она еще не была жената не была замужем за Геббельс да ей было 13 лет кажется не помню вот они жили в Бельгии но поскольку Бельгия во время Первой мировой войны оказалась в другом лагере по сравнению с Германией вот то они были депортированы в Германию и вот получилось что Магда и сестра Хайма Орлозорова Лиза ходили в одну школу и стали очень хорошими подругами на много лет и Магда часто бывала в семье Орлозоровых и с Хаймом дружила и позже уже даже когда он стал видным деятелем сионистского движения я цитирую статью повторяю я цитирую статью готов дать ссылку кому это будет интересно там говорится что он и уже будучи будучи женатым в 20-е годы приезжал в Германию они много общались что он нравился Магде что даже в какое-то время шла речь о том что он увлечет ее своими сионистскими взглядами что она выйдет за него замуж и так далее кончилось это тем что в 30-м году если не ошибаюсь она вышла замуж за Гебельса и даже после этого в одном из своих личных писем все равно Хайм писал мой давний мой старый друг Магда он ее так называл и намек содержится такой что не имела ли эта дружба какое-то отношение вот к этому соглашению о спасении это один интересный момент а другой интересный момент это тот факт что мы знаем что мы упоминали о первом политическом убийстве в тогда мандатной Палестине это было убийство лидера на тот момент ультратоксальной общины Дехана следующим политическим убийством станет убийство Орлозарова и обвинят в этом как мы знаем ревизионистов но убийство это по сути так и не будет раскрыто по-настоящему и мы знаем что обвинение в итоге из Астапского снимут но вот тут интересный момент есть некая версия того что вполне возможно нацистский след может быть даже месть Гебельса лично какую-то роль в этом сыграл это конечно все домыслы мы этого не знаем но тем не менее сейчас вот я видел вопрос от Татьяны отличались ли чем-то нацисты в Палестине от нацистов в Германии я правильно понял но там собственно говоря в чем было дело во-первых во-первых начнем с того что в Иерусалиме были консульства всех европейских держав мы с вами плавно перешли к секции вопросов я думаю что в принципе наше время как раз нас уже обязывает перейти к вопросам ой кстати да и часть того что мы запланировали я думаю мы уже то что касается послевоенного времени в том числе конечно и послевоенный террор и все события которые происходили и знаменитую ООНовскую комиссию и план раздела я думаю мы оставим на нашу следующую встречу а сейчас я думаю мы уже перейдем к вопросам прошу прощения и тему отношения сионистов к Иерусалиму очень важная тема мы ее сегодня коснулись потому что она впервые прозвучала когда обсуждали как относиться к выводам комиссии Пиля вот но поговорим об этом наверное в следующий раз потому что слишком важный вопрос согласны согласны вот так вот я пытаюсь со своей стороны ответить на вопрос Татьяны прежде всего в Иерусалиме были консульства европейских держав в том числе консульства Германии естественно когда Гитлер пришел к власти то это консульство ну над ним был поднят флаг со свастикой и оно стало проводником так сказать немецкой политики и стала создаваться ячейка НСДАП вот насколько я понимаю среди таких вот немцев темплеров ну сначала был раскол по во многом по религиозному признаку пожилые религиозные темплеры нацистскую идеологию не приняли они очень опасались что Гитлер как бы заменит Иисуса но молодое поколение оно очень в общем быстро было идеологизировано потому как были тесные контакты с Германией многие ездили в Германию регулярно и учителя в школе назначались тоже по соглашению с Германией и представители нацистской партии начали играть очень важную роль во всем что там происходило по сути пожилым пришлось уступить можно так сказать Татьяна в вопросе об уничтожении евреев они просто были оттуда высланы намного раньше чем было вот это совещание в Анзее и так называемое окончательное решение еврейского вопроса да то есть как мы упомянули практически сразу здесь есть воспоминания Темплеров кстати на сайте BBC есть очень интересная тех кто читает по-английски очень интересная подробная статья о Темплеров оттуда же я взял некоторые фотографии которые сегодня вам продемонстрировал вот это самая сейчас я не помню точно как ее зовут у меня было записано ее имя это женщина фотография которую продемонстрировала Рози Кан которая училась в школе Темплеров в Берусалиме там была у вас фотография 35-го года сейчас я вам еще раз ее покажу собственно она как раз вспоминает что в 39-м году они только услышали новости на BBC о том что Британия объявила войну Германии и практически на следующий же день был стук в дверь и их депортировали вот эта фотография сейчас я стояю наибыск секунду остались ли они нацистами честно говоря не знаю вы знаете сегодня движение Темплера по-прежнему существует только в двух странах по большому счету есть какие-то небольшие ячейки но парадоксальным образом они очень хорошо прижились в Австралии и вот эта самая Рози вот она здесь на фотографии мы видим она обведена кружком внизу и здесь уже это современная ее фотография прожила она очень долгую жизнь я так понимаю что умерла она только в прошлом году Рози говорит о том что в каком-то смысле но она видимо не прибежала к сторонникам нацистов но она говорит в каком-то смысле это был перст божий что они оказались в Австралии ибо там в Израиле у них как бы не было будущего вместе с уже в Иерейском государстве конечно а в Австралии в общем-то их достаточно хорошо приняли и на сегодняшний день насколько мне известно вы знаете я жил в Австралии 5 лет но ничего о темплерах там конечно не слышал но в Австралии вот я навел небольшие справки действительно существует около 40 центров темплеров которые в основном находятся в штатах Виктория и Новый Южный Уэллс и по большому счету они на сегодняшний день влились в обычный протестантский мейнстрит то есть они мало чем отличаются от других протестантов и о своем нацистском прошлом они вообще очень не любят вспоминать Равровин я кстати хотел еще раз сказать вам спасибо и за то что вы мне вчера показали эту статью и за то что объяснили что темплеры и темплиеры это разные вещи а вы знаете ну вы знаете я экскурсовод и это очень часто бывает такое заблуждение оно связано с тем что очень похожие названия ну орден храмовников темплиеров средневековый христианский орден как мы знаем в общем-то это довольно такая яркая страница истории Иерусалима мы с вами об этом практически не говорили это не совсем контекст наших с вами встреч мы говорим больше о современной уже истории которая имеет отношение к политике но действительно вот этот орден храмовников никак не связан с этим в общем-то уже таким современным религиозно-духовным направлением которое выросло из протестантской церкви вот это направление темплиеров я хотел вас тоже поблагодарить за очень интересную можно добавить пару вопросов я хотел бы добавить мы дадим слово сейчас обязательно мы дадим слово сейчас нашим слушателям и сейчас как раз время для вопросов я видел вопрос от Антониагу про детей Магды не совсем понял о чем речь а вы говорите про вопрос в чате да есть такая версия я ее во всяком случае слышал от экскурсовода в Отель-Авиву на том месте где был убит Хайм как раз рассказывается обычно что впоследствии она называла детей как-то связанными то есть памятью связанными с Хаймом вот про это я хотел сказать и это делала женщина которая сказала я не хочу жить в мире в котором не будет национал-социализма ну вот тем не менее они кроме того что вы упомянули что они там вели переписку также рассказывают что они достаточно часто и там телефонные звонки друг другу ну достаточно часто в кавычках но тем не менее что они общались впоследствии тем не менее старая любовь нержавеет первая да первая что известно о мотивах убийства Орлозарова по-моему до сих пор однозначной версии нету да Раф Ревен да вы знаете есть очень много на эту тему разговоров я думаю что по самому это спекуляции по большому счету у нас нету достоверной информации я знаю что в правых кругах в свое время была такая история о том как Ицик Шамир сказал что левый нам готовят очередного Орлозарова это было как раз перед эти разговоры были как раз перед убийством Рабина и точно так же как убийство Рабина по сути не раскрыто до сегодняшнего дня убийство Орлозарова тоже не раскрыто и есть очень много разных версий есть в том числе возможно историологические теории которые кстати могут оказаться в какой-то степени правдивыми потому что понятно были определенные интересы очернить лагерь ревизионистов но я не сторонник спекуляции поэтому я ничего конкретного об этом сказать не могу мы кого-то перебили а я хотел это я Евгений я хотел немножко дополнить темплиеров действительно темплиеры были первые которые расслабили сельское хозяйство поэтому вы говорите про темплеров не темплиеров а темплеров мы говорим с вами про темплеров да я знаю это уже много лет это истории читалки и даже книжка на немецком языке которую они издали уже и в Австралии есть целая большая книга про них я видел но я не читал ее значит они обучили евреев как бы заниматься сельским хозяйством сегодня в этом сам есть целый большой музей фойе гостиницы новой там где находится большевая гармония там пошел еще новая гостиница и там по этажам просто вот все это то чем они там занимались фотографии там целые архивные данные но что я хотел добавить насчет темплеров они действительно раскололись значит часть населения была против часть за молодежь действительно она еще до войны уехала в Германию и воевала в вермахте что касается консульства немецкого то тут была очень интересная очень история потому что консул был женат на еврейской жене жена у нее была еврейка а поскольку был принят закон о том что они должны как-то это самое не может быть немец были законы расовые то это быстро она ездила все время в Тельвив жена консула и тут ему настучали в Берлине что мол так и так и Берлин сказал что давай парень разводись чем это кончилось по-моему так или по-моему его сместили но кроме того вот вы говорили про флаги немецкие значит на консульте висел флаг еще старой республики и никакой свальстики не было и когда эти сказать нацистская это группировка здесь в Иерусалиме сказала слушай давай надо флаг они говорят хорошо а дело в том что флаг со свальстикой он не являлся государством вначале первые где-то 5 лет он не являлся государством флага в Германии они говорят слушай так я хорошо я закажу в Берлине пришлют мы повесим зачем так Берлине у нас уже есть они ему сразу это представили очень интересная история Евгений я хотел добавить к вашему рассказу то что вот из воспоминаний тех кто учился в этой школе до 34 года до 34 года Рози Хан вспоминает что в школе темплеров учились не только немцы но учились и дружили евреи арабы англичане армяне но евреев отчислили в 34 году то есть практически сразу это конечно была инициатива нацистов которые как мы видим уже в 34 году здесь в Иерусалиме играли достаточно важную роль в том что происходило более того бухгалтер с гордостью сам рассказывал о том как он разъезжал по городу с нацистскими флагами это глава нацистской партии и как попал чуть ли не под обстрел камнями в еврейском квартале в еврейском районе города ну не очень понятно о каком районе он говорит возможно Рыхаве где-то в центре это было где собственно понятно что свастику не сильно любили и уважали евреи это можно понять это какой-нибудь 36 или 37 год у нас уже и он с гордостью показывал свой побитый автомобиль вот это тоже часть воспоминаний его языка я хочу продолжить дальше когда Кристалнахт был в Германии значит тогда все евреи пошли к консульству которое на Риховном Виеме находится и решили там устроили большую демонстрацию тогда англичане говорят мы сейчас вам пришлем своих полицейских и прислали еврейских полицейских были сплошные евреи такими соснобелями и это они быстро закрыли это самое свое консульство ну а когда я 39-й год да действительно что касается я хотел еще сказать контактов в Германии то из Германии приезжала делегация сюда в Израиль именно от нацистов они посмотрели как живут евреи здесь и они были вдохновлены именно вот этими шумами которые евреи здесь создали и они ставили пример тем евреям которые оставались в Германии более того я увидел у новизма была такая медаль по одной стороны Магендови из другой свастика была конференция которая готовилась которые должны были этот вопрос как-то решать и вот сейчас эта медаль она я у некоторых нумизматов занимается медальерным искусством я просто видел то есть просто были такие контакты возможно Штерна была как-то часть своей правды и потому что англичане в принципе как бы бросили евреев в Европу но Евгений это медаль какого времени это медаль времени соглашения Авара или военного времени нет это медаль еще до военного времени это 1934-1935 год а то есть это время соглашения Авара это более логично я тоже так да это было причем приезжала делегация из нацистской Германии которая большая приехала они посмотрели кстати по некоторым версиям часть этой делегации составляла в том что Эхмэн так не очень понятно на самом деле это правда или нет ну вот участников я не помню, кто там был, но я знаю, что такая делегация здесь была. Они были очень вдохновлены о том, что евреи могут не только работать в банках, но и могут работать на земле. И это очень это самое. Они считали, что надо всех евреев сюда направить в Палестину. Да, и возможно, это было бы наше спасение, потому что от европейских народов меня кого-то спасение не получили. Большое спасибо, Евгений. Очень интересно, что вы добавили. Спасибо. Я рад, что немножко смог помочь вам. Спасибо. Большое. Друзья, еще какие-то комментарии у нас есть или вопросы? В общем, наше время уже более-менее истекает. И, ну, как обычно, у нас не получилось все тему затронуть, о которой мы предполагали, но я думаю, что хронологически мы с вами, в общем-то, подошли ко времени военному, и нам остался уже, наверное, самый последний, что называется, рывок. Это уже послевоенные годы и план раздела ООН. Наверное, об этом мы уже с вами поговорим на следующей встрече. Но, а пока, если есть еще какие-то вопросы и комментарии, пожалуйста. Такой вопрос. Что было с настроениями по отношению к правым израильтянам, то есть вот коричневой рубашке, жабадинскому, все дела, гость, перед началом войны? То есть как они трансформировались, скажем так, может быть? Ну, можно сказать вот что. Во-первых, что состав Ишува, конечно, немножко изменился по сравнению с периодом начала мандата, потому что сначала была в конце 20-х алия из Польши. Это были, так сказать, ну, мне не нравится выражение «мелкие лавочники», ну, скажем так, вот такой вот средний класс. Вот. И потом большая алия, собственно, из Германии. Это были люди уже не социалистических взглядов. И, конечно, им ревизионисты были ближе. Кроме того... То есть, по сути, мы можем говорить с вами, начиная с польской алии, то есть начиная уже где-то со второй половины 20-х годов, а потом еще и немецкая алия, 30-х, у нас с вами меняется состав очень сильного населения. У нас, помимо социалистов, сюда приезжают буржуа, скажем так, да? Да. И, кстати говоря, именно это впоследствии вынудит сионистское руководство и Бен-Гуриону уделять больше внимания Иерусалиму как объединяющему национальному символу. Но что касается вопроса об отношении к Жаботинскому, надо еще сказать, что в Иерусалиме население было особое, влияние левых там всегда было меньше. Ну, да, всегда или не всегда, но, во всяком случае, в то время точно было меньше. И там гораздо больше было сторонников и у Жаботинского, и у организаций военизированных, которые мы сегодня упоминали. Ну, это Иргуны Лехи. И тут еще нужен такой момент добавить, что, в общем-то, ну, об этом мы уже упомянули, правых, и в особенности религиозных, очень неохотно принимали в Игану, а вот в Эцеле Лехи, в особенности в Лехи, их принимали. И поэтому большое количество правых религиозных, конечно, было в Иргуне и в Лехи. Спасибо. Я, вы знаете, сейчас вспоминаю такую интересную историю, уже мою бытность, когда я учился, ну, на Равинскую смеху в Иерусалиме, в старом городе. Я помню, как-то сидя в одной из синагог, я застал разговор, видимо, двух бывших подпольщиков. Это незнакомые мне люди, но они обсуждали тему того, что, вы знаете, мэром Иерусалима был довольно долго Тедди Коль. Его честь назвали «Стадион», а потом разбили парк имени Колика, парк этот назвали имени Колика, за стенами старого города. И один из них говорит другому, ты слышал этому Штинкеру опять, так сказать, по части. А Штинкер, как мы знаем, в переводе с Идиша это «Стукачок». История связана с тем, что действительно Колику приписывают участие в выдаче бойцов Эцеля Аганы, но это история, о которой мы с вами обязательно поговорим в следующий раз. Она связана сначала с созданием вот этого Нуа Амерет Аеври, общего движения восстания между разными организациями и раскола этого движения после того, как Иргун взрывает гостиницу Кинг Дэвид. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз. Можно вопрос? Пожалуйста. Евгений, я извиняюсь, я очень быстро. Раф, очень хотелось бы, чтобы вы осветили, я не знаю, может быть, это целый урок займет, что происходило с иммиграцией, еврейской иммиграцией предвоенной, военной время из Северной Африки, я имею в виду, Марокко, Денис, и может быть, даже с Ирана из Ирака. Вы имеете в виду иммиграции в годы, о которых мы с вами говорим, в годы мандатства. Да, предвоенный период, да. Что происходило с восточными евреями. Ну, знаете, мне нужно будет подготовиться, я не могу сказать, что я достаточно хорошо с этой темой знакомый. Да, 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 это сложная тема, да. Это не очень простая тема, о ней не так много говорится, но я думаю, что если мы с Григорием подготовимся, мы сможем что-то об этом рассказать. Я бы хотел еще пару слов сказать, с вашего позволения, о том, что все-таки у нас с вами неделя перед 9 ава, и это время разрушения храма, и время, о котором наши мудрецы говорят о том, что, в общем-то, храм был разрушен напрасной ненавистью. Напрасная ненависть, любая ненависть, кажется, нам всегда не напрасной, потому что мы всегда считаем, что мы правы, но напрасная ненависть проявляется по-разному, я думаю, что подобно тому, как читая Иосифа Флавия, читая его знаменитую книгу «Иудейские войны». А те самые главы, которые принято читать 9 ава, где мы говорим о том, что уже, когда римские войска сождали Иерусалим, внутри Иерусалима было несколько враждующих группировок, интересным образом их было как раз три, которые враждовали между собой, и эта вражда, в общем-то, не прекращалась до падения храма. Она продолжалась практически так, по крайней мере, пишет Флавий, все время вот этого восстания. И, ну, наверное, можно провести какую-то определенную аналогию уже с периодом более современным, когда у нас с вами тоже будут три организации, у нас будет Агана, Эцель и Лехи, которые займут достаточно разные позиции, у нас будет очень сложное отношение между ними, включая то, о чем мы поговорим с вами в следующий раз, выдачу людьми Аганы, людей Эцеля, и очень печальную историю Алтолена, которую, конечно, мы с вами знаем, может быть, напрямую этой истории с Иерусалимом не связана, но связана, в общем-то, с очень такой трагичной страницей еврейской истории, когда евреи воюют против евреев. И мне кажется, что, наверное, сейчас, когда мы вспоминаем об этих событиях истории, наверное, мы смотрим на историю все-таки в контексте попытки понять того, что происходит сегодня. И, наверное, как мы можем с вами излечить напрасную ненависть? Собственно, Равкук благословенной памяти сказал, что напрасную ненависть можно излечить только без причинной любови, только если мы по-настоящему начнем уважать и видеть тех евреев, которые не разделяют наши взгляды, которые, может быть, отставить противоположные точки зрения, все-таки увидеть в них тех, в ком содержится тоже искра божественного. Наверное, в свое время, когда Минахен Беген принял решение после этого очень трагичного эпизода с Алтоленой не поднимать оружие против людей Аганы, наверное, он как раз к этому именно голосу прислушался. И мне хочется пожелать всем нам, чтобы, ну, во-первых, у нас был легкий, осмысленный пост 9-го Ава, а во-вторых, чтобы мы действительно видели друг в друге прежде всего людей и видели то лучшее, что есть в каждом из нас, искру божественного. И, ну, мне хочется всем нам пожелать осмысленного легкого поста. И большое спасибо всем вам за внимание. Мы эти наши встречи, конечно, продолжим. Большое спасибо за интерес. Пишите нам. Вы знаете, вы можете писать Натану, вы можете писать реакцию на наше видео непосредственно на канале YouTube. Это может быть Льмот, это может быть мой канал Jewish Explorer. Или вы можете писать прямо на видео, которое сейчас идет в лайв, на фейсбуке. Мы это все прочитаем, посмотрим. Большое вам спасибо за ваш интерес. Огромное спасибо Григорию за очень интересный рассказ. И, друзья, мы с вами встречаемся, я так понимаю, в следующий понедельник. Я задал еще один вопрос на чате, но он не прозвучал. Можно его задать? А, я прошу прощения. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Мы слышали много о том, как англичане контролировали еврейскую эмиграцию, включая Белую книгу и все остальные изменяющиеся все время законы. Как англичане контролировали арабскую эмиграцию в Палестину? И не контролировали ли они ее вообще? Это важный вопрос, Григорий. Не знаю, а о какой эмиграции Арабы переселялись, эмигрировали в Палестину из соседних стран из Сирии, Ордании, из Египта по мере заселения евреями, создание рабочего рынка и улучшение условий жизни там эмигрировалось. Ну, то есть мы видим, что была миграция и численность арабского населения безусловно увеличилась. Много раз, в десятки раз. Вот, была ли какая-то... Ну, может быть, не в десятки, я думаю, я все-таки вас поправлю. Конечно, если мы с вами посмотрим на пропорциональное увеличение численности, численность арабов не увеличилась настолько же, насколько евреев, но она, безусловно, увеличилась. Вот у меня здесь есть в этой книге история Иерусалима, о увеличении численности. Кстати, в Иерусалиме численность арабов и евреев действительно увеличилось почти пропорционально. Вот эта книга, я ее уже упоминал, книга Мартина Гильберта. То есть, вы правы, конечно, был приток населения достаточно значительный. Григорий, что вы можете рассказать об этом? Есть какая-то информация? У меня, честно говоря, нет информации о том, как англичане это контролируют. И у меня, честно говоря, нет. Постараюсь найти к следующему разу. Единственное, что мы здесь видим, что та граница восточная была довольно-таки прозрачной. Судя по тому, что и эмиссары сновали туда-сюда, и, пожалуйста, если нужно какую-то группу из Ирака послать на помощь арабским повстанцам, то запросто... Вы говорите о Каудже, об армии Каудже, которая сыграла свою роль в войне за независимость. И тогда... Я хотел добавить, то, что, знаете, я прерываю, значит, дело в том, что, поскольку рабочий рынок требовал новых рабочей силы, то очень много из Египта, из Ирака приезжало просто работать, как сезонные рабочие. И сегодня среди арабских семей они возьмут по кланам, по фамилии, мы можем сказать, они предки из какой страны их приехали сюда. Еще большинство из них приехало действительно в 30-е годы, когда прошло экономическое развитие. И такие цифры есть, я понимаю, это в Иерусалимском... То есть, ну, это такая своего рода экономическая миграция, можно сказать. Да, да. Это чисто как просто пошли работа, и они приезжали сюда как просто по экономическим... То есть, специально как такового не было такого эмиграции. А просто-посто... Просто здесь есть возможность заработать деньги, они приезжали, как байтеры. Но цифры именно такие, это десятки раз. Если вы почитаете описание там эры Цесраэль, не знаю, Марк Твена, скажем, то там доселение, не знаю, в тысячах исчисляется на всей территории, во время как сотни тысяч были уже на 48-й год, так что арабов. Поэтому это, безусловно, большой очень приток, и он был связан именно с созданием рабочих мест и развитием по мере приезда евреев. Так что... Но возможно, что англичане это никак не контролировали, а контролируют только евреев, поскольку те приезжали как бы на кораблях, и это было легче контролировать. Ну, тут, да, тут все-таки можно говорить о том, что, наверное, чисто даже то, как это выглядело, еврейская эмиграция была политической, и она проводилась во многом по официальным каналам, были сертификаты, был определенный процесс. То, о чем мы здесь говорим с арабской стороны, действительно, судя по всему, мы говорим, в общем-то, именно о таких экономических мигрантах, которые приезжали без каких-то особых политических целей, намерений. Собственно, они, по большому счету, наверное, и не воспринимали себя именно как эмигрантами в таком уже современном понимании вещей. Это такой, может быть, такой более старый, такой арабский уклад, когда вообще отношение к народу, к нации, у арабов оно было несколько другим. Собственно, понимание того, что вот есть некая государственность, к арабам приходит намного позднее. У них ведь это действительно такая, в общем, более клановая структура. Да. Но это очень важный разговор, если речь идет об исторических правах, так сказать, арабов на РЦ-Исраэль, то на самом деле их не так много, поскольку они приехали вот как миграционные рабочие совсем недавно, так сказать, и вовсе не такие уж и местные. Спасибо. Это интересное дополнение. Я посмотрю тоже обязательно. Окей, друзья, наверное, все-таки время нам с вами прощаться, потому как мы действительно с вами практически уже два часа сегодня в эфире. Обычно у нас час плюс вопросы. И еще раз огромное спасибо всем, кто сегодня принимал участие, кто прокомментировал. Пишите нам, пишите нам ваши пожелания, вопросы и темы следующих встреч. И, Григорий, вам огромное спасибо. Большое спасибо Натану за поддержку. В прямом смысле этого слова. И, друзья, всем легкого и осмыслового поста 9-го ава. Доброе, Вен. Спасибо вам большое. Натан, спасибо. И всем спасибо. Окей. Если можно, техническое замечание тем, кто еще с нами. Смотрите на сайте lelmo.org, да, когда вы пойдете на вкладку онлайн-конференции. Идея какая? Мы сейчас, я удалил регистрацию, поэтому есть просто пароль, линк, потому что иначе народ путается. Но с другой стороны, поскольку нет регистрации, у меня нету мейла для того, чтобы сообщать тем, кто хочет участвовать о изменениях, о каких-то возможных, ну да, изменениях, датах, напоминаниях в тот список рассылки, которые рассылаются людям, которые заинтересованы участвовать в конференции. Я сейчас говорю не только про Иерусалим, а я говорю и о последующем. Мы готовим в конце августа большую конференцию, связанную с пониманием, что такое сионизм и так дальше. Не буду делать спойлер, но обязательно подпишитесь там, и тогда вы будете получать наши сообщения. это важно, потому что иначе у меня никакой связи с людьми нет. Окей, я пытаюсь в разных местах как бы сделать объявление, но это как бы те, кто увидит, услышит. Хорошо? Натан, большое спасибо. Кто, кто же делал? Еще раз. Извините, кто делал уже регистрацию, снова надел, ты удалил? Не-не-не-не, те, кто делал, уже не надо, потому что те, кто делал, я их внес в список рассылки. Хороший вопрос. Тех, кто делал, не надо, а те, кто не сделал, те сделайте. Хорошо? Натан, а те, кто в группе WhatsApp, там будет повторяться такая же информация? Да, в группе WhatsApp повторяется та же информация. Правильно, это тоже дело не надо. Да, окей, спасибо. Я извиняюсь, если люди будут получать несколько раз, потому что, ну, как бы... Лучше у нас, чем ничего. Да-да-да, я тоже думаю, что это не слишком большая как бы ущерба. Да, Какие интересные, да. Спасибо всем за очень интересные лекции. Спасибо. Окей. Друзья, большое спасибо. Всем доброго времени суток. Добрый вечер, Салин. Добрый вечер, Москва. И добрый день, Нью-Йорк. Всего хорошего. До свидания. Всем счастливо. До свидания. Спасибо, пока. Спасибо всем. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова